Дорогие друзья, у нас сегодня очередная распаковочка. На канале уже было видео по распаковке и обзору микроскопа из Китая, фирмы LuckyZoom. Ссылочку также на этот обзор оставлю под видео. Сегодня вот заказали моему приятелю, моему другу, тоже микроскоп. Шел где-то, добирался достаточно долго, хотя у продавца была доставка из России, но на этот момент просто не оказалось микроскопа. В наличии, ну, на складе в России, поэтому пришлось долго ждать. Где-то 25 дней ехала к нам, но все-таки доехала. Сейчас будем распаковывать и смотреть. Ну что, приступим к распаковочке. Сначала посмотрим, как она у нас добралась. Как бы здесь небольшие замятия есть у нас, получается. Что-то там тарахтит слегка. Ну, будем сейчас смотреть. Посылочку вроде нигде, ни на границе, нигде не распечатали. Все запечатано. Так что с помощью скальпеля сейчас будем мы ее вскрывать. Первое, что мы видим, бросается в глаза, это вот такая вот белая подставка. Ну, достаточно легенькая, конечно. Если штатив был бы с длинной, грубо говоря, с длинным выдвижением, то его бы пришлось утяжелять. Но в данном случае, я думаю, не придется. Так, подставочку откладываем и в стороночку. Поехали дальше. Вот у нас помятая какая-то коробка примятая. Надеюсь, содержимое не пострадало. Здесь у нас подсветка с китайской вилкой. Переходничка я не вижу. Ну, может, дальше пока отложим. Посмотрим. Так, это по ходу крепления под подставку. Тоже откладываем в стороночку. Так, это пупырка просто. Ага, вот она сама у нас. Палка для подставки. Микроскопа. Такс. Что у нас еще? Ага. Фиксирующее кольцо. Вот как раз таки вот этот винт под него. Будем сейчас собирать все, смотреть. Ага. Ну, это чехол. В том микроскопе тот тоже был чехол. Я вам, честно говоря, за два года ни разу не воспользовался. Потому что каждый день работает. Иногда пыль протираю, линзы протираю. Ну, а так в целом эта вещь не очень-то и нужна. И вот такой вот шестигранник здесь имеется. Так. Ага. Здесь уже у нас ничего нету. А здесь у нас все в пенопласте. Здесь у нас самое основное. Это тут должна быть голова, линзы. В общем, здесь вот примятость есть небольшая. Но думаю, упаковка хорошая. Ну, смотрим. Ну, как видим, дорогие друзья, все хорошо упаковано. Это у нас, как он правильно называется, очень хорошо, плавненько регулируется. Прям ручки такие серьезные. Ну, прям нравится. Качество очень хорошее. На ощупь и визуально все очень хорошо работает. Металлическая шестереночка. Ну, сейчас будем собирать, проверять все это дело. Далее. Так, это у нас переходник под камеру. Вот такой вот. Тоже пока откладываем в стороночку. Так. Он брался с разными линзами. С разным. Так сказать, для разного фокусного расстояния. Вот это в данном случае у нас никак не фокусируется. 0,5Х линза. Ну, вот так вот видно. Это вот для расстояния ориентировочная. Вот у меня она стоит где-то ориентировочная. 17-18 сантиметров. Вот это 2Х будет фокусное расстояние поменьше у него. Вот. Ну, все попробуем. Все посмотрим. Ага. Это у нас, значит, наглазники. Пара наглазников. О, вернее, наглазники, говорю. Окуляры. Вот такие 10Х20. Ну, это такой же у нас 10Х20. А сами наглазники вот такого вот типа. Вот. Обычные наглазники. Ну, как бы под... Ну, самые обычные. На Лаки Зум на моем вот такого вот типа наглазники. Рекомендую вот именно использовать вот такие наглазники. Единственное, они не совсем подходят под эти окуляры. Да, под окуляры. И я их вот таким вот образом в них вот сюда вот помещаю. Вот таким вот образом. Маленький такой сразу лайфхак. Потому что... Ну, они, в принципе, натягиваются, налазят. Но оно как бы немножечко неправильно работает тогда. То есть, сильно близко получается глаза к микроскопу. И поэтому необходимо вот так вот ухищряться. Далее вот подошли к самому главному. Это у нас голова микроскопа. Вот такая вот Лейба стоит. В принципе, от Лаки Зума, от моего, она особо ничем не отличается. Только вот, пожалуй, Лейба. Скорее всего, их штампуют на одном заводе, где-то просто производители, продавцы под себя их заказывают, клеят свои Лейбы и все такое. Я не скажу, что микроскоп плохой, очень даже хороший. Именно вот эти микроскопы пользуюсь уже на протяжении двух лет своим Лаки Зумом. В общем, недостатков я не вижу. Очень яркая, очень четкая картинка. В общем, сейчас мы это дело все соберем, будем наглядно продемонстрируем, посмотрим, сравним и сделаем для себя какие-то выводы. Стоит ли такой микроскоп заказывать, либо нет. Так, ну вот для наглядности мой вот Лаки Зум, который вот, уже и камеру поставил. Вот, что я говорил, наглазники, как у меня выполнены. Так, только я один снял наглазник. Ну, вот второй, вот он, он стоит. То есть, наглазник, наглазник. Единственный недостаток, то, что нет-нет, они вылетают. И приклеить у меня это силикон, так их нормально и не получилось сделать. В общем, вот таким вот образом они вставляются. В принципе, ну, как бы не смущает особо ничего. И штатив вот, ну, заказывался именно вот с этой перегородкой. Здесь же он будет реализован только вот с этой перегородкой. В общем, а вот сама головка, то есть, ну, она ничем особо вот от этой не отличается. Сейчас я его по-другому возьму. Вот, то есть, так вот для сравнения. Вот, и органы регулировки, и под камеры у него, то же самое все. То есть, ну, как я и сказал, скорее всего, их штампуют именно на одном заводе. Ну, так же у нас, все так же в деле. У нас этот же МБС-9 старичок наш. Вот, тут айфоны ремонтируем. Все работает так же. То есть, ну, нареканий так же по работе нет. Мне что тот нравится, что этот, я как бы не в этом, не в этом недостатках не нахожу. Больше чем уверен, этот микроскоп будет так же хорошо работать. Ну, сейчас соберем это все дело, проверим. Итак, ну, начнем мы с нашей подставки, с нашего штатива. Здесь у нас есть вот такой вот винт под шестигранник. Как раз таки под этот. Откручиваем винт. Вот таким вот образом. Сейчас мы ее и установим. Так, вставляем винт и закручиваем ее. Так, посильнее закрутим. Шестигранником это все дело подтянем. Здесь у нас, кстати, резиновые ножки прикручены. Что является плюсом, не будет по столу скользить. Ну, ножки, в принципе, обычные ножки. Ну, и на том хорошо, на том спасибо. Вот он, в принципе, как я и сказал, не скользит, все хорошо. Так, далее у нас должна идти вот такая вот... По идее, откручивается здесь. Так сказать, такой вот у нас ограничитель. Вот таким вот образом его пока что закрепим. Устанавливаем наш крамеллер. Вот он упирается в фиксатор. Имеется небольшой люфт, но, в принципе, он сейчас вот таким вот образом притянется. И ничего, естественно, не люфтит. Максимальная высота. Поставим пока что мы его на максимальную высоту. Установим фиксатор. В принципе, даже ограничитель этот, ну, если его вот здесь где-нибудь поставить, чуть пониже, да, к примеру. Чтобы, допустим, микроскоп до конца не упал. Вот так мы его раз и все. А так, в принципе, он вот этим вот винтом нашим притягивается. И получается, у нас оба здесь не нужен стопор. В конце закручиваем обратно. Так, ну, в принципе, подставочка готова. Вот так вот она у нас получилась. В целом, достаточно все хорошо, добротно сделано. Можно уже установить голову. Голова устанавливается у нас вот в это место. Притягиваем голову с помощью стопорной гайки, стопорного винта вернее. Здесь у нас снимаем заглушки. Далее устанавливаем наши окуляры. Здесь у нас имеются такие вот маленькие винтики. Получается, их надо немножко расслабить. Винтики у нас здесь под крестовую отвертку. Сейчас мы возьмем вот такую маленькую насадочку. И слегка их приоткрутим. Так, все, приоткрутили. Вставляем оба окуляра. И слегка притягиваем наши ограничивающие эти маленькие винты. Эти винты нужны, чтобы окуляры не выпадали. Также они должны прокручиваться, чтобы регулировать наши наглазники, чтобы их не снимать. В данном случае эти наглазники не особо нуждаются в такой регулировке, потому что у них нет вырезов здесь таких под форму глаза. Но, тем не менее, здесь у нас также имеется конкретно отдельная регулировка каждого окуляра. То есть, очень удобная функция. Я их обычно вставлю вот здесь вот полосы, получается, вот полоска. Они у меня выставлены на моем микроскопе одинаково вот по эту полосу оба окуляра. Если кому-то надо, можно подстроить по-разному. И вот таким вот образом они сдвигаются, сами окуляры, раздвигаются под форму каждого человека. Так, далее мы устанавливаем линзу. Здесь также защитную крышечку откручиваем снизу и вкручиваем линзу. Начнем с линзы 0.5Х. Все очень хорошо. Хорошей порошковой краской покрашено, хочу заметить. Линза имеет такой слегка синеватый, такой блик характерный. То есть, ну какое-то покрытие, какое сказать по качеству, конечно, сложно, но антибликовое, не антибликовое. Но скажу по своему микроскопу, особо оно не бликует. Здесь, я думаю, будет то же самое. Так, все, закрутил я линзу. Вот так у нас получилось все. Все красиво, все хорошо. Так, ну далее мы, я думаю, сразу поставим подсветку, установим. Крепится она у нас вот такими тремя винтами. Сейчас пока я с помощью переходника ее под нашей розетки подключу. Переходника все-таки не было в комплекте. Ну, как бы мелочь. Ну, как есть, так есть. Здесь у нас имеется на ней кнопка включения. Сбоку, с этого торца у нас получается регулировка яркости. Вот. Ну, у меня такого же плана подсветка. Яркость всегда светит на максималке. Вот тут у нас, как раз-таки сейчас покажу. Здесь вот есть небольшой паз. Вот. Именно как раз-таки под вот эти винты под подсветку. Сейчас я ее закручу. Ну, что, дорогие друзья, собрали мы микроскоп. Вот у нас в целом, что получилось. Очень доволен, в принципе, и я, и хозяин микроскопа. Все так же хорошо снимает. Подсветочка мне, кстати, тоже очень понравилась. У нее, вот на моем лакезуме, она, как бы, более большое пятно создает. И тем самым, как бы, свет рассеивает. И менее яркая. А здесь, получается, она более точечная. И, как бы, за счет этого картинка гораздо ярче. И поэтому, в общем, вот такую подсветку могу рекомендовать смело. Ну, и так же, момент вот этот вот по поводу наглазников у нас так же остался. То есть, китайцы ничего не устранили. Обязательно для комфортной работы необходимо вот так вот изощряться. Вставлять наглазник в наглазник, чтобы увеличить вот это вот чуть-чуть расстояние. И тогда очень комфортно и очень хорошо работать. С родными наглазниками, как бы, ну, мне лично не очень комфортно и не очень нравится. Поэтому рекомендую сделать вот такую вот, так скажем, приспособу. Они там стоят недорого, порядка 300 рублей. То есть, если заказывать, сразу заказывайте и наглазники, чтобы все одновременно шло. В общем, у этого продавца, что плюс бывает доставка из России, ну, в течение 3-4 дней, судя по отзывам, приходят данные микроскопа. Но нам меньше повезло, поэтому ждали достаточно долго. В общем, сейчас у нас установлена линза 0.5х и у нас получилось фокусное расстояние. Так, сейчас сфокусируемся. Так, побольше линейку ловлю. 16,5-16 см фокусное расстояние. Сейчас ставим линзу 2х и померяем, сколько на ней увеличили. То есть, фокусное расстояние должно уменьшиться у нас, ну, а приближение в 4 раза увеличится. Сейчас попробуем мы это сделать. Резьба очень здесь мелкая и надо попасть по резьбе. Если не крутится, не стоит ее крутить. Она должна очень легко, спокойно закручиваться. Вот таким вот образом. Устанавливаем на место подсветку. Ну да, фокусное расстояние у нас значительно, я бы сказал, сократилось. Сейчас померяю, сколько тут. Где-то 3 см стало фокусное расстояние. Что, конечно, очень мало. Ну, как бы, кратность, естественно, увеличилась. Все так же четко видно. Очень классная картинка получилась. Ну, для пайки, если эта линза крайне не подходит. То есть, если брать для пайки, необходима линза 0.5х. Чтобы удобно было и комфортно паять паяльником. Ну, либо что-то делать пинцетом и прочими инструментами. Ну, в принципе, в целом микроскоп отличный. Для работы, для плат ноутбучный. Для телефонных плат самое то. Но если необходимо для большего размера плат, чем ноутбучные, необходимо заказывать, ну, как минимум, вот в таком вот исполнении. Потому что, ну, за счет вот этого вот выезда, то есть, увеличивается, соответственно, рабочая площадь. Вот. Ну, как бы, для мастерской, для сервиса, я думаю, этот микроскоп имеет место быть. Картинка превосходная. В общем, на этом видео подошло к концу. Подписываемся на канал. Надеюсь, кому-то было интересно, кому-то полезно. До скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...